найти и обезвредить мои дорогие в этом выпуске будет экспресс техника по смене ограничивающих убеждений и как говорится чтобы что-то изменить нужно сначала это найти и с ограничивающими убеждениями то же самое прежде чем начать что-то менять нужно каким-то образом ограничивающие убеждения выявить чтобы выявить я рекомендую использовать очень простую методику она заключается в том что вам нужно определиться с целью либо с целями которые вы хотите достичь но у вас почему-то не получается и возможно вам кажется что это из-за ограничивающих убеждений берем лист бумаги ручку и записываем я хочу не знаю какая у вас цель бросить лишний вес выучить английский язык зарабатывать много-много денег переехать в другую страну или что-то еще у каждого свои цели когда вы написали свою цель вот напишите ее на бумаге возьмите этот лист вот я беру прям лист возьмите этот лист посмотрите на эту цель и внимание мы начинаем выявлять ограничивающие убеждения но пускай ручка будет у вас под рукой что сейчас нужно делать смотрите внимательно и читайте вслух свою цель и задавайте себе вопрос почему у меня этого еще нет именно этот вопрос именно начиная с почему почему этого у меня еще нет допустим у вас цель сбросить вес на 10 килограмм и вы ящик фантазирует и вы отвечаете на этот вопрос следующим образом я еще не похудел на 10 килограмм потому что я бесхребетная чмо потому что я не могу отказаться от сладостей потому что я не могу отказаться от пива орешков чипсов ну и так далее и так далее вот отвечая на этот вопрос почему у меня еще этого нет у вас будет целый список ограничивающих убеждений прежде всего они скорее всего будут касаться того как вы себя оцениваете и что нужно делать что нужно делать после того как вы создали для себя список ограничивающих убеждений нужно брать каждое ограничивающие убеждения по очереди и задавать к нему следующий ряд вопросов которые я вам предлагаю первый вопрос вот вы выбрали первое ограничивающие убеждения допустим в отношении снижения веса я бесхребетное чмо нужно задать вопрос а действительно ли это так вот к каждому ограничивающему убеждению сейчас идет список вопросов я без бесхребетное чмо действительно ли это так и попробуйте искренне ответить на этот вопрос и скорее всего вы начнете сомневаться в истинности этого убеждения отлично первый вопрос в отношении этого убеждения мы задали дальше следующий вопрос в том что я безхребетное чмо тут вы найдете наверное еще вереницу ограничивающих убеждений но тем не менее чем больше вот этих под убеждений вы найдете тем будет лучше идем дальше следующий вопрос касается других людей задайте себе вопрос а есть ли люди которые в принципе тоже хотят похудеть но думают несколько по-другому то есть есть ли люди которые тоже хотят сбросить лишний вес на ту цифру которую хотите и вы но они имеют другие убеждения например там соседка варя которая уже сбрасывает лишний вес она наверное не думает не думает о том что она бескребетная чмо и здесь на этом шаге очень важно получить ответ что да есть люди которые думают иначе думают по-другому думают не так как вы думаете о себе и наверняка вы начинаете понимать и осознавать что ваша стратегия является не самой эффективной идем дальше продолжаем работать все с тем же убеждением я бескребетная чмо задайте себе сейчас вопрос а почему это не так найдите обратное подтверждение найдите в своем опыте то великое количество раз когда вы не были бескребетным вот этим вот существом и я уверен что вы найдете массу подтверждений тому что вы не являетесь тем кем вы себя считать эта схема справедливо для работы со всеми всеми убеждениями которые вы выписали на первом шаге идем дальше держимся все того же убеждения я бескребетная чмо и задаем себе вопрос а бывали ли случаи когда я думал иначе о себе и по-другому случались чаще это будет существенно вас продвигать в работе по смене убеждения и дальше когда мы уже немного расшатали наше ограничивающие убеждения пришло время попросить ищет несколько раз за сформулировать новое убеждение которое вы будете себе повторять много-много раз заниматься самовнушением о самом себе взамен вот этого первого убеждения которое вы начали прорабатывать и задайте себе вопрос какое убеждение мне поможет мы возвращаемся к цели какое убеждение мне поможет достичь моей цель здесь вы приходите к такому шагу когда вы можете сформулировать уже новое убеждение допустим старое убеждение было я бесхребетное чмо мы его уже несколькими вопросами расшатали вы уже не так уверены что вы бесхребетное чмо а какое новое убеждение здесь мне поможет ну допустим если бы я был человеком который хочет похудеть и считал что я бесхребетное чмо и это ограничивающее убеждение уже расшаталась я уже нашел много сомнений тому что это действительно так то я бы сформулировал так я человек способны это сделать очень просто очень коротко просто убрать негативную негативное подтверждение какое-то и заменить его более позитивным ну и шаг следующий шаг следующий заключается в том что нужно подумать и найти тех людей которые мне помогут убедиться в том что это действительно правда я щас говорю уже о новом убеждении то есть кто мне может помочь еще лучше осознать что то что я вот себе только что придумал новые убеждения что это действительно так это очень важно найти какую-то поддержку в окружении найти какую-то поддержку в людях которые вам действительно могут подтвердить что вы человек который может это сделать как вы это будете делать я конечно же не знаю но если вы постараетесь если вы действительно хотите изменить свою ситуацию ведь мы же меняем убеждение не только ради того чтобы просто изменить убеждение мы меняем убеждение ради того чтобы мы могли скорее достичь свою цель так вот и подумайте кто из окружающих меня людей может мне помочь убедиться в той мысли что я могу это сделать и следующее задать себе вопрос как я могу построить свою жизнь таким образом чтобы мое новое убеждение о себе было и являлась более правдивым что ли то есть что может поспособствовать моему подтверждению этих слов другими словами что я могу делать чтобы чаще понимать что я молодец что я могу реально делать чтобы чаще понимать что я молодец вот такая простая схема сейчас я вам перечислю ее еще раз очень коротко по шагам уже без примеров первое определяем цель чего я хочу дальше задаем вопрос почему у меня этого еще нет получаем список убеждений записываем берем каждое убеждение из этого списка и прорабатываем его по следующей схеме первый вопрос действительно ли это так следующий вопрос почему я в этом уверен следующий вопрос могу ли я ошибаться следующий вопрос почему это не так найдите себе несколько точек в своей жизни где вы точно знаете что это не так следующий бывает ли случай когда я думая о себе что это так ошибаюсь следующее какое убеждение формируем новое убеждение какое убеждение может мне помочь достичь моей цели возвращаемся к цели вспоминаем о цели и следующий шаг кто из окружающих мне людей может мне помочь убедиться в новом убеждении ну и последний завершающий шаг как я могу свою жизнь перестроить таким образом чтобы новое убеждение казалось мне более реалистичным проделывая вот эти все шаги с каждым убеждением это большая работа на самом деле вот казалось бы нужно потратить полчаса времени на то чтобы разобраться со своими ограничивающими убеждениями просто вот по списку задавая все эти вопросы я эти все вопросы запишу в закрепленном комментарии к этому видео пожалуйста будьте активны вместо вас никто эту работу не проделает вам не нужен коуч вам не нужен психолог вам достаточно просто к каждому убеждению задать соответствующие вопросы и получить соответствующие ответы и все и ваша жизнь заиграет новыми красками но я жду ваших комментариев и напоминаю мои дорогие что прямые эфиры теперь будут проводиться на другом канале ссылку на этот канал я оставлю в описании обычно мы прямые эфиры проводим по четвергам в 20-30 но иногда бывают исключения заходите на новый канал и будем встречаться еще и вживую общаться буду отвечать на все ваши вопросы а на этом у меня сегодня все был рад всех видеть берегите себя до скорых встреч пока пока